Добрый день, уважаемые дамы и господа! С вами Константин Белый. Я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали на нашем форуме. Один из вопросов, который был задан, это можно ли печь казачку сделать своими руками? И вообще, нужно ли делать банную печь своими руками? Я вам так скажу, мое мнение, это если человек с руками, если у него есть возможности, если он понимает, что он делает, и ему это не в напряг, да пожалуйста, делайте. Какие вопросы? Если, как говорится, нужны чертежи, то не проблема прийти человеку, обмерять эту печь в торговой сети, где она стоит, и взять, как говорится, за основу именно ее и подогнать под свои условия. Самое главное, что печь своими руками не может быть сделана абы как. Вы это делаете для себя. И уж если вы делаете для себя своими руками абы как, то делайте как для себя. Чтоб это была печь, а не что-то пародия на печь. Нормально должно быть все в печи. И нормальная топка, и подача воздуха. И чтобы было дымоотведение хорошее. Чтоб не вылетали, как говорится, дрова в дымоход, когда делают простой, прямоточный вообще канал. Сжигание и сразу все в дымоход. Надо делать нормальную камеру сгорания и дожим газов. Парогенератор. Почему, если уже сам делаешь, не сделать парогенератор? Он, как говорится, добавит в работе. Ну да, добавит. Еще, как говорится, надо потрудиться, сделать. Но это все реально. Но это же, тогда печь будет та, о которой можно мечтать. И не надо экономить на себе. Ну, хуже всего, когда человек экономит на себе. Я понимаю, что можно там сэкономить, взять металл чуть лучше, чуть хуже. Ну, как говорится, сгорел он там за 3-4 года, новую сделал. Да, пожалуйста, делайте. Только делайте правильно, хорошо. Думаете, что это вам будет дешевле? Ну, только в том, что у вас будет свой труд, который вы, как говорится, так сильно или цените, или не цените. Но, как говорится, вам платить не надо. Если вам будет кто-то делать, дешевле печь не будет. Потому что, если посчитать все материалы, плюс ручная раскройка, подгонка, возможно, даже переделки. Потому что с первого раза не получится все сразу, легко и просто. Поэтому печь своими руками делать можно. Ну, и, как говорится, не боги горшки обжигают. Люди даже автомобили делают своими руками и ездят на них. И, возможно, для некоторых это даже нужно. Для своего самоутверждения. Для того, чтобы, как говорится, у людей была возможность стремления к постоянно лучшему обновлению. Созданию интересных идей, выражения себя. Делайте, пожалуйста, своими руками. Те, кто это может. Если не можете. Или если вас тянут на то, что давайте мы вам что-то слепим. Ну, я не советую. Это будет уже не то, не так. И потом мучатся. Вы же ее поставите. И потом вы с ней будете очень долгие годы. Там, два, три года, возможно, и больше. Ну, это равносильно, что, как говорится, купить то, чего вы не едите. То, что вам нельзя есть. И вы его будете есть. Не надо этого делать. Не надо себя насиловать. Поэтому, можете, получается у вас, делайте. Нет. В магазинах большой выбор печей, в том числе и казачка, за которую меня спрашивают.